Продолжение следует... Вы в курсе, что в России объявлен бой неформальной занятости, а значит и зарплате в конвертах? В России насчитывается более 15 миллионов неработающих. И речь здесь идет не о тунеядцах или бездельниках, а о гражданах, которые трудятся неформально, без официального трудоустройства. Здравствуйте, я Инга Габеш и эта программа «В курсе». Здесь мы говорим на разные темы, которые затрагивают интересы всех сочинцев. В Сочи деятельность в теневом секторе должна быть сведена к нулю к концу года. Решается ли эта актуальная проблема, мы сейчас и узнаем. Гость нашей студии Елена Грязнова, руководитель Центра занятости и населения города Сочи. Елена Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Поведайте нам, пожалуйста, много ли сочинцев все еще получают эту зарплату в конвертах или, как еще говорят, серую зарплату? Сложно сказать, кто получает ее в конвертах. Если говорить о статистическими цифрами, то 123 тысячи человек экономически активного населения, которые на сегодняшний день являются незанятыми. Насколько я понимаю, эти люди все-таки ведут какую-то деятельность. Мы являемся потребителями, мы покупаем какие-то товары, живем, оплачиваем какие-то услуги. В любом случае мы понимаем, что эти люди являются занятыми на сегодняшний день, но они не оплачивают налоги, они не трудоустроены по-белому или официально в соответствии с Трудовым кодексом. В нашем регионе реализуется краевая программа о содействии занятости населения. В рамках этой программы в том числе ведется борьба с недобросовестными работодателями, которые нарушают базовые права работников. И вот все же сколько, может быть, в процентах, насколько эта работа выполнена, сколько работодателей, скрывающих свои достоверные доходы, уже выявили? На сегодняшний день выявлено более 10 тысяч человек, которые заключили трудовые договоры. Это, если быть точной, 10 тысяч 555 человек. И работа на сегодняшний день еще не прекращается, и я думаю, что в следующем году она более жесткая будет. Потому что в группу, которая работает по неформальной занятости и проводит рейды, вошли органы прокуратуры, вошли также представители пенсионного фонда, администрации города Сочи, центра занятости. То есть мы эту работу будем проводить постоянно. И это не закончится новогодними каникулами или 15-м годом, который вот уже у нас в финале, так скажем. Общими усилиями работа будет продолжаться. Работа сложная, и работодатели зачастую, заключая договоры или подменяя эти договоры неполной выплатой заработной платы, то есть прописывая минимальный размер оплаты труда, как заработную плату, и выплачивая людям зарплату в конверте, лишают работника социальных каких-то выплат, социальных льгот. Более того, зарплата становится намного ниже, и уже когда человек сталкивается с тем, что он должен оформить пенсию или получить какие-то социальные медицинские услуги, он уже будет ущемлен в этих моментах. То есть этого стоит ожидать, и к этому стоит готовиться человеку, который решился на работу серой зарплаты. Да, зачастую к нам приходят люди, которые жалуются на работодателя, но, к сожалению, представить даже договор не могут те работники, которые приходят с жалобой. Они приходят, жалуются на работодателя, что или не выплачивается заработная плата, идет переработка и длительность рабочего времени завышенная, не в соответствии с трудовым кодексом, но, к сожалению, подтвердить свои слова какими-то документами они не могут. И рассмотреть такую жалобу очень сложно. Как правило, под неформальной занятостью подразумевается любая трудовая деятельность, основанная только лишь на устных договоренностях. По данным Росстата, за последние несколько лет неформальная занятость занимает до 10% всего трудового рынка страны. Около 17% предпринимателей работают в темную. Они не платят налоги, не афишируют свою деятельность и нарушают базовые права своих работников, которые получают зарплаты в конвертах. Активная борьба с теневой занятостью идет в администрации Сочи с апреля. Согласно поручению краевой власти, до конца года в Сочи нужно выявить и официально трудоустроить порядка 16 тысяч человек. На сегодняшний день работа выполнена на 62%. Парадоксы, когда живет семья, воспитывают детей, никто в семье не работает. Люди за счет чего-то живут. Поэтому, конечно, это какие-то пережитки, это беда для любого общества. Это очень нехорошо, потому что это всегда приводит к напряжению в обществе. Сам же работодатель, как правило, ведет двойную бухгалтерию. Цель его понятна – максимально снизить выплаты налогов. Какая ответственность, что грозит этому работодателю за нелегальное оформление трудовых договоров? На самом деле ужесточена ответственность работодателя. И с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в закон об административных правонарушениях. И штраф до 100 тысяч рублей предусмотрен для таких работодателей. Кроме этого, при выявлении налоговыми органами таких нарушений, 20% от убытка, который нанес работодатель государству, он должен будет заплатить в казну государства. То есть то, что он сэкономит, вероятно, он выложит все эти деньги. Вот таким образом. А кроме того, и сами работники тоже должны понимать, что обязанность по уплате налога на доходы физических лиц лежит на них самих. И в связи с этим вопрос, может ли работник также быть привлечен к административной или какой-либо другой ответственности? Работник нет. Работодатель несет ответственность за своего работника, приняв его на работу и заключив с ним трудовой договор. Где должны быть прописаны все условия трудового договора. То есть режим рабочего времени, заработная плата. Если я говорила уже о подменах, вот даже в рабочем времени прописывают, человека принимают на полставки, прописывают ему минимальную заработную плату, то следовательная зарплата у него к получению должна быть 5 тысяч рублей. От 5 тысяч рублей отчисляются взносы, человек страдает, государство недополучает огромное. У нас на сегодняшний день пенсионный фонд недополучил более 300 миллионов рублей взносов, которые должны были быть оплачены работодателями или внесены в пенсионный фонд. Это колоссальные потери на самом деле. Поэтому и было принято решение правительством об усилении работы с неформальной занятостью и, соответственно, все меры будут приниматься. Но все же, как вести себя работнику, чтобы не пострадать? Многие боятся жаловаться. То есть, получается, им ничего не грозит. Жаловаться можно, работу они не потеряют. К сожалению, работник пока работает, он думает, что все замечательно, я получаю деньги, у меня есть доход. Особенно это в интересах людей, которые получают алименты, как правило, они скрывают свои доходы. И это им на руку, так скажем. Но работник понимает уже, к сожалению, слишком поздно о том, что упущено время и при оформлении пенсии, как правило, вот уже у нас очень много обращений идет при оформлении пенсии, люди начинают жаловаться. А вот у меня была зарплата такая, а мне вот теперь минимальная пенсия, я должен ее получить, а я не могу взять кредит там, к примеру, или ипотеку, на которую я рассчитываю, чтобы улучшить свои жилищные условия. Это только сознательность самого человека. Иначе лишаются свои права. Созданная и работает практически круглосуточно, и мы ведем мониторинг обращений. Можно обратиться и в центр занятости к специалистам отдела по труду. Если есть какие-то вопросы при оформлении уже, при трудоустройстве у людей, при оформлении договоров, которые они получают на руки, прежде чем подписать приказ, человек должен подписать трудовой договор. Они могут обратиться, и мы проконсультируем обязательно и в этих вопросах. У нас активно реализуется программа по трудоустройству людей с инвалидностью. Проводятся и акции «Инвалидность, труду не помеха». Скажите, кто чаще берет на работу людей с инвалидностью, если трудоспособных-то брать по закону не очень-то и хотят? Я хочу сказать, что очень радует, что после проведения уже Олимпийских игр все-таки у нас общество понемножку поворачивается лицом к этим людям. Существует у нас, кроме этого, постановление о квотировании рабочих мест, где работодатели, которые имеют численность среднесписочную от 35 и выше в своих штатах людей, они обязаны заквотировать рабочие места для инвалидов. Пока еще, как я понимаю, и мы часто встречаемся с работодателями, пока еще сами инвалиды боятся показать свои удостоверения, справки о том, что они являются инвалидами и продолжают работать в тех условиях, которые им предложил работодатель. Сегодня принято несколько программ, которые позволяют как работодателю оснастить рабочее место для инвалида по тому или иному заболеванию и принять его на работу, так и для работника есть возможности в поиске работы. Мы сейчас реализуем программу по оснащению рабочих мест для инвалидов и столкнулись с той проблемой, что найти инвалидов, готовых работать, не так уж много, к сожалению. И мы разъясняем везде, где только возможно, встречаясь с общественностью, встречаясь на каких-то совещаниях с работодателями, мы разъясняем все, допустим, приоритеты, с чем могут столкнуться и тот же работодатель. К сожалению, на сегодня не решен вопрос о налоговых льготах для работодателей, и с этим вопросом мы уже выходили и с просьбой и в городское собрание, но пока этот вопрос не решен. Я думаю, что если бы этот решен был бы вопрос, то было бы проще работодателю взять на работу инвалидов. Я думаю, что они бы уже сами их искали. Не мы бы их заставляли, они сами бы искали. Елена Николаевна, а как у нас обстоят дела по вакансиям и количество безработицы каково? К сожалению, количество вакансий на сегодня уменьшилось, и это прогнозируемая цифра. В любом случае это нас не радует, и специалисты наших отделов работают над этим. Они постоянно обзванивают, мониторят все кадровые электронные агентства, предприятия, которые выставляют свои вакансии, не предоставив их в центр занятости, чем и могут лишить права наших безработных воспользоваться ими. Кроме этого, уже начал работу портал, на котором все вакансии автоматически выкладываются. Поэтому то, что мы имеем в базе, мы автоматически выкладываем на портал, где можно увидеть их, в портал Роструда, и на сайте kubzan.ru можно все вакансии увидеть. Поэтому смысла нет уже искать их и где-то в других источниках. Как правило, мы уже понимаем, что и кадровые агентства этими базами пользуются на сегодня. Но те вакансии, которые так или иначе появляются на других сайтах, нами мониторятся, и работодателю предоставляется право заплатить штраф, прежде всего по административному протоколу, в связи с тем, что он не представил вакансию, прежде всего, в государственную структуру, в центр занятости. Что касается самого уровня безработицы на сегодняшний день, мы очень рады тому, что у нас уровень не поднялся после проведения Олимпийских игр, хотя прогнозируется, что это обычная практика, после таких масштабных мероприятий уровень безработицы мог подняться. Он на сегодня такой же прежний, 0,3. Но количество безработных у нас за этот период, за этот год, было несколько выше, чем в прошлом году. Но мы пока справляемся с этим. Реализуются, может быть, еще центром занятости какие-то программы в городе, вот как вы сказали, улучшающие условия работников? Да, программ на самом деле очень много. Программы реализуются и по переобучению безработных, когда безработный может получить ту или иную профессию, поменять ее, даже в корне поменять и приступить к работе уже в другом качестве. И сегодня это актуально. Город развивается, и город развивается больше уже как курортный, принимающий гостей круглогодично. И каждый наш житель должен нести свой посильный клад, чтобы мы не привлекали много кадров, допустим, из других регионов. Сегодня уже наблюдается тенденция, что как-то соотношение уменьшилось между приезжими и сочинцами. Но тем не менее, люди, которые проживают в Центральном районе, как правило, не хотят переезжать для осуществления своей деятельности в Адлерский район или тем более на Красную поляну. Поэтому у работодателя Красной поляны зачастую есть проблема. И прием на работу осуществляется и нагородник граждан. Ну, может быть, есть такая тенденция? Вот кто переучивается? Инженеры в... Переучиваются? Нет, в основном это рабочие профессии или профессии, которые позволяют приступить после курсов сразу незамедлительно к работе и уже применить свои знания. Это различные программы компьютерные, это профессии, которые позволяют, так сказать, и заработать. Это могут быть и парикмахеры, это и администраторы гостиниц очень популярны, это и охранники, и слесари, и лифтеры, операторы котельных. То есть вот на рынке труда, если востребованы профессии, мы предлагаем их для того, чтобы человек переобучился и приступил к работе. Есть программы и для молодых мам, которые находятся в декретном отпуске, и перед выходом из декретного отпуска они имеют возможность, так сказать, не отрываясь от этого процесса, переобучиться. И уже когда ребенку наступит три года, мама приступает к работе, уже повысив квалификацию или переобучившись уже по другой профессии, работодатель принимает этих женщин на работу. И принимает официально, да? Они и работают официально, то есть они, возвращаясь в свое предприятие, они могут место работы сменить или улучшить уже в качестве специалиста более высокой квалификации, приступить к работе. Поначалу у нас эта программа тяжело, мы искали кандидатов, сейчас уже идут женщины, и мы с удовольствием их принимаем, обучаем. Да, очень все актуально. Возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы, давайте еще раз напомним нашим гражданам, что такое зарплата в конвертах. Итак, работник принят на работу с условием, что у него черная зарплата, и чего ему дальше ждать? Постращаем еще, чтобы знали... Ждать уже мало чего, можно я бы сказала. Что нет трудовой, будет низкая пенсия. Также вот я хочу сказать, что с 1 января 2015 года был отменен договор гражданско-правового характера, и все равно работодатель пытается срочный трудовой договор подменить именно этим договором. Почему? Потому что ему выгодно, чтобы человек выполнил какой-то определенный объем работы, ушел без каких-либо обязательств. И я хочу призвать всех, ну так сказать, всех работников, всех, кто ищет работу, прежде всего посмотреть трудовой договор, убедиться в том, что у него зарплата будет та, о которой говорит работодатель в этом трудовом договоре. Прежде чем подписать такой трудовой договор, нужно ознакомиться со всеми его условиями. Потому что в конечном итоге теряет и работник, и теряет и государство, и теряют наши государства в том плане, что социальные какие-то программы мы не можем реализовать только потому, что не поступили дополнительно какие-то средства, фонды. То есть страдают, страдаем, опять же мы. Все практически, по кругу все. Наши родители, наши дети. Да, получается, что более 40% работников готовы получать серую зарплату и сами идут на такие условия. Причем люди, которые имеют возраст 35 лет, идут на это больше, чем молодые люди, которые заканчивают высшее учебное заведение, допустим. Это уже отрадно. Почему? Потому что уже грамотность юридическая, в моем понимании, она уже выше. Молодые люди уже себе цену знают. И мы знаем, что, закончив институт, молодой человек всегда претендует на высокую зарплату. Мы их за это осуждаем где-то, говорим, вот вы приходите, хотите сразу большую зарплату. Но с другой стороны, может быть, это и правильно. Я надеюсь, что это поколение уже начнет работать в том режиме, который предусмотрен уже законодательно и будет более законопослушным. Действительно, и грамотность должна повышаться, и юридически подкованным сегодня нужно быть. Да, все меняется. Я надеюсь, что изменения будут. Но однозначно эта кампания не прекратится. Работа будет усилена. Сейчас на уровне администрации города готовится программа, которая будет реализована в городе. Город у нас курортный. И я думаю, что для всех тех, кто на сегодняшний день получает нелегальный доход, стоит задуматься о том, чтобы заключить договоры или организовать свое частное предприятие или индивидуальное предприятие. То есть зарегистрироваться в налоговых органах и оплачивать налоги за те услуги, которые оказываются. Возвращаясь к теме сегодняшней программы, отмечу, война неформальной занятости объявлена на уровне правительства Российской Федерации. Вы же, уважаемые сочинцы, будьте в курсе, что большая доля рынка труда, находящегося в нелегальной сфере, не только негативно сказывается на экономическое развитие страны. Работая в условиях серой схемы трудовых отношений, вы лишаетесь своих прав, будь то право на кредит в банке или тоже заслуженное пенсионное обеспечение. Спасибо вам большое, Ирина Николаевна, за беседу и исчерпывающие ответы. Спасибо, всего доброго. Спасибо.